В эфире информационная программа новости в студии Фариза Досполова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Урок безопасности. Как сделать так, чтобы новогодний банкет в ресторане не закончился пожаром? Балхашские спасатели рассказали предпринимателям. Использование на территории фейерверков необходимо заблаговременно получить разрешительные документы. Уличная грамматика. 60 ошибок нашли в рекламных вывесках на улицах Балхаша с начала года. Вывески и реклама часть городского облика. Поэтому здесь не должно быть ошибок. Напиток богов. За что балхашцы любят чай? Пью каждый день чай, чтобы не болела голова. Как устанавливать гирлянды и пользоваться пиротехникой в новогодние праздники, балхашские спасатели рассказали предпринимателям города. В управлении ЧАЭС прошла встреча с владельцами кафе и ресторанов. Бизнесменам напомнили о правилах пожарной безопасности и показали, как пользоваться огнетушителем. Продолжение темы в сюжете. Как сделать так, чтобы новогодний банкет в ресторане не закончился пожаром? Главная тема встречи спасателей с местными предпринимателями. Перед установкой новогодней иллюминации владельцам заведения рекомендовали проверить состояние проводки и противопожарной сигнализации. Специалисты также напомнили о том, что запускать фейерверки в помещении строго запрещено, а на улице только при специальном разрешении. Использование на территории фейерверков необходимо заблаговременно получить разрешительные документы. Любой фейерверк гражданский, бытовой, это все должно быть официально зарегистрировано, если это проводится на объекте. Для приведения фейерверков необходимо выбирать соответствующие площадки, расстояние до ближайших жилых домов. Приобретать фейерверки можно только в специализированных магазинах. Таких на данный момент в Балхаше нет. У продавцов еще есть время оформить разрешение на реализацию пиротехники. Все остальные делать это не имеют права. В конце месяца специалисты выйдут в рейд, где будут выявлять нарушители и конфисковывать товар. Мероприятие «Правопорядок» будет у нас нацелено на именно выявление, применение, хранение и пресечение использования пиротехнических изделий. А что делать, если пожар все-таки возник и как пользоваться огнетушителем, показали наглядно. При хранении баллона обязательно нужно следить за сроком годности и давлением внутри него. Предпринимателям рекомендовали провести такие уроки с персоналом перед праздниками. Вы берете огнетушитель, правую руку, раструб в плеву, дергиваем чеку, подходить к очеку пожара с подветренной стороны, то есть подальше от огня, чтобы огонь двигался не в вашу сторону, и распылять на расстоянии метр-метр-полтора, не ближе. Ахмаралку Адбекова, Виктория Буханцева, Ержан Бекенов, Пуркин-Медиа. Балхашцам рассказали о праве на самовольную постройку, в каких случаях она подлежит сносу и не только. В городском суде прошел семинар с представителями местных исполнительных органов и юристами. Самовольная постройка является жилой дом или другие строения на непринадлежащем застройщику участке. Материалы по такому делу рассматривают в судах по месту нахождения незаконного объекта, а госпошлину при предъявлении иск рассчитывают, исходя по стоимости данного имущества. Ответчиками в спорах о признании права собственности на самовольную постройку являются Акимы. Кроме того, незаконное строение подлежит сносу самим застройщикам или за его счет по решению суда. Участники семинара смогли задать вопросы по теме и рассмотреть конкретные случаи в городе. Иски о признании права собственности на самовольную постройку рассматриваются, как я уже говорила, в порядке искового производства и предъявляются к местным исполнительным органам. Также в зависимости от категории иска, такие иски могут быть предъявлены к собственникам земельного участка или к застройщикам. Балхашец открыл СТО по проекту «Бастау бизнес». Мужчина в октябре прошел курсы обучения основам предпринимательства. После защитил проект и получил грант 500 тысяч тенге. Али Балтабаев с детства увлекался машинами. С 13 лет начал чинить отцовский автомобиль. Повзрослев, работал на заводе, а в выходные дни занимался ремонтом авто. В 2015 году по состоянию здоровья получил инвалидность второй группы. После года реабилитации работу найти было сложно, и мужчина решил открыть свое дело. Про программу «Бастау» я узнал случайно от знакомых. Давно хотел открыть СТО и понял, что это мой шанс. Прошел обучение, получил сертификат, составил бизнес-план и защитил его. В декабре уже открыл станцию техобслуживания. На деньги гранта мужчина купил диагностический аппарат и оборудование для промышки форсунок. Сейчас бизнес начал приносить доход. В будущем автомеханик планирует расшириться. Достроить помещение и оборудовать в нем мастерскую, докупить оборудование и нанять людей. 60 ошибок нашли в рекламных выписках на улицах Балхаша с начала 2019-го. Проверять грамотность местных предпринимателей, специалисты отдела культуры и развития языков уходят 4 раза в год. Сегодня к последнему рейду подключилась мобильная группа из числа волонтеров и представителей международного общества «Казахталя». Специалисты навестили предпринимателей, которые уже получили предупреждение на исправление ошибок в рекламных вывесках. В некоторых полностью отсутствовало описание на государственном языке. С начала года на баннерах и рекламных вывесках Балхаша нашли 60 ошибок. Под проверку попали магазины, салоны, красоты, кафе и другие бизнес-точки города. Нарушение не должно быть в названии, графике, работе и не только. По закону информация на государственном языке должна находиться слева или сверху в вывеске, справа или снизу на русском языке текст одинакового размера. В случае несоблюдения правил владельцам делают предупреждение и дают 10 дней на исправление ошибки. Если ее не устраняют, материалы отправляют в область. После предусмотрен штраф от 25 до 126 тысяч тенге. Вывески и реклама – часть городского облика, поэтому здесь не должно быть ошибок. Любая организация или предприниматель может обратиться в отдел культуры города. Специалисты бесплатно сделают перевод и покажут правильное написание. Житель Балхаша стала одним из лучших на республиканском конкурсе «Энбекжола». Номинацию «Лучший наставник работающей молодежи» получил аппаратчик Давлетий Жибаев. Торжественная церемония награждения победителей прошла в столице. Лучших выбирали среди трудовых династий работников производства по трем номинациям. Балхашец Давлетий Жибаев стал вторым на городском этапе и в первом в областном затем получил путевку в республиканский тур. С помощью голосования и оценок жюри он обошел 144 участника. В итоге выиграл третье место в номинации «Лучший наставник работающей молодежи» и сертификат на 200 тысяч тенге. Я работаю на предприятии по производству кислорода. В 2020 году будет 25 лет, как я начал здесь трудиться. До этого здесь же работал мой брат. Наша работа сложная и в то же время интересная. На этой неделе во всех странах мира отметят Международный день чая. Этот напиток считается одним из древнейших и полезнейших на Земле, ведь в нем содержатся витамины, фенолы, антиоксиданты и микроэлементы. А любят ли чай болхашцы? Как часто его употребляют и почему? Мы узнали на опросе. Пью каждый день чай, чтобы не болела голова. Каждый день пьем чай. Чередую утром кофе, в обед и вечером чай. Полезная. Сейчас чаи не очень хорошие качества. Пьем, ну, разные. Зеленый редко. В основном черный чай с молоком. Чай не пью, только напитки и воду пью, и все. Есть с добавками очень хорошие чаи. Вишня хорошо, почки хорошо, а ромашка вообще противовоспалительная. Раза два в день точно пью. Ну, полезно. Я пью зеленый от давления, поэтому. Каждый день я пью чай пиала. Очень вкусный, хороший чай. Пью чай каждый день, утром, вечером, в обед. Для нас очень полезен. Ну, у кого давление низко, он немножко поднимает. Ну, зеленый чай нормализует давление. Очень хорошо это все действует. Люблю наши казахстанские чаи. Таким был этот день глазами журналистов Воркин Медиа. Смотрите новости на канале по будням в 20.15 и в любое время на нашем сайте. А я прощаюсь с вами до следующего выпуска.